Ну, расскажу про Курганскую область. Мы находимся в южной части Сибирской равнины. Мы занимаем 46 место по размерам территории среди территории Российской Федерации. Население наше составляет 877 149 жителей, по последним данным, которые нам предоставляет Курганстад. Хотелось бы обратить ваше внимание, что 14,9% населения в возрасте находится 65 лет и старше, то есть наше население является старым населением. Если проанализировать данные по численности населения за последние 10 лет, то есть каждые 10 лет 10 тысяч населения у нас уходит. То есть мы, грубо говоря, мы, конечно, вымираем, потому что естественный прирост отрицательный ежегодно, и молодые жители Курганской области, они уезжают в соседние территории, которые являются социально-экономической точки зрения более привлекательными. Это Тюмень, это Челябинск, это Екатеринбург. Наш регистр ведется с 1993 года. Он является, программа, в которой мы ведем популяционно-раковый регистр, является собственной разработкой нашей. Ведется он на базе Курганского областного онкологического диспансера. Весь сбор, хранение, анализ данных, формирование отчетных форм осуществляется на базе нашего оргметод-кабинета. И затем уже выдается как по области, так и в разрезе территории для каждой больницы области и также в целом по области. То есть мы полностью концентрируем данные и аналитику выдаем уже для каждой конкретной больницы. Все показатели у нас предусмотрено формирование как отчетных форм, предусмотренных государственной стат отчетности, так и различные проекции основных показателей работы онкологической службы, заболеваемость, грубые, заболеваемость, смертность, грубые стандартизованные показатели, многодичная летальность распределения по стадиям, показатели выживаемости. Все это у нас есть. Также предусмотрена выборка, соответственно, по различным, по всем параметрам, которые мы вносим в эту программу, как в цифровом выражении, так и в виде списков различных, с которыми можно продолжать уже работать в дальнейшем. Ну, я не буду останавливаться на регистрации, на источниках регистрации заболеваемости. Они такие же, как и у всех, то есть предусмотренные приказом номер 135 1999 года. Со смертностью у нас дело обстоит сложнее, потому что до 2013 года, несмотря на закон о персональных данных, мы обрабатывали все бумажные варианты медицинских свидетельств о смерти, независимо от того, умер больной от рака или нет рака, то есть все медицинские свидетельства о смерти по области были у нас. У нас была полная информация. В настоящее время, в связи с изменением системы сбора этой информации в органах ЗАГС и органах статистики, тоже закрадывается к ним информатизация, тоже происходит развитие и внедрение определенных программ. Сейчас получается, что территориальные органы ЗАГС по каждому району, они не привозят эти медицинские свидетельства о смерти, бумажные варианты в областной город, в город Курган, и мы не имеем к ним доступа. Поэтому в настоящее время мы обрабатывать, также продолжаем все медицинские свидетельства о смерти по городу Кургану, а по районам мы собираем данные, так же, как уже говорили здесь коллеги, в виде списков, которые формируются центральными районными больницами, поликлиниками, с первоначальной причиной смерти, и, скажем так, достоверность предоставляемых сведений остается на их совести. Но собирать пытаемся все. Все свидетельства медицинские о смерти, которые выдали они, то есть медицинские учреждения, также попадают к нам. Ну, хотелось бы, конечно, обрабатывать их самим, потому что в дальнейшем я скажу, какие у нас проблемы. А вот он поменялся, кстати говоря. Не сказала здесь я о чем. То есть в настоящее время наш регистр содержит свидетельства о 95 679 больных с злокачественными новообразованиями, живых из них 20 189, 5 лет и более состоит на учете 10 291 человек. То есть достаточно большой объем информации за более чем 20 лет был собран. Ну, вот стандартизованные показатели на 100 тысяч населения. Стандартизованные они по мировому стандарту. К сожалению, я хотела сделать более, скажем так, видимыми, более крупными показатели, сами цифры. Поэтому не стала тут разбивать на мужское и женское население. Ну, здесь видно, то есть если стандартизованные показатели заболеваемости у нас составляют общие 266,2 на 100 тысяч населения, то грубые у нас 484,1. Здесь нету этой цифры. То есть вот видно эту разницу. Первое место у нас рак легкого. Второе место рак кожа. Третье место рак молочной железы. Четвертое предстательная железа. Пятое желудок. Дальше я не буду говорить. На слайде все видно. И смертность. Стандартизованные показатели заболеваемости смертности. 121,9 на 100 тысяч населения. Грубый показатель 234,5 на 100 тысяч населения. Первое место опять же легкое. Второе место желудок. Третье поджелудочная железа. Четвертое ободочная кишка. Пятое прямая кишка. Остальные локализации вы видите на слайде. Проблемы, какие у нас... Значит, все проблемы, которые были озвучены коллегами, в том числе, имеют место и на территории Курганской области. Но для меня сейчас существуют две основные проблемы, которые требуют как можно более быстрого решения. Это, во-первых, отсутствие перспектив дальнейшего развития популяционного ракового регистра Курганской области и приведение его в соответствии международным стандартам, в частности, кодирование по системе ТНМ, актуализация в соответствии с возможным изменением форм государственной стадоотчетности, потому что у нас скончался разработчик давнего программного обеспечения, не оставив никакой технической документации на данную программу. И людям, которые пришли сейчас работать с этой программой, им, соответственно, ну, они не могут разобраться, нет возможности разобраться с этой программой. То есть для нас это проблема. Сейчас мы стоим на перепутье, скажем так, трех решений этой проблемы. Либо все-таки искать человека, который разберется в этой программе и продолжать вести свой канцер-регистр. Либо входить в программу, которая разработана институтом имени Герцена и является бесплатной для распространения на территории Российской Федерации. Либо входить в программу, разработчиком которой является новая ЛСПБ. Буквально после окончания этих курсов мне нужно будет выдать своему руководителю решение о том, что же мы будем делать дальше. То есть вот у нас вот такая проблема. И вторая проблема – это недостоверная регистрация смертности среди больных со злокачественными новообразованиями. А именно неправильное заполнение медицинских свидетельств смерти. Ошибки при кодировании интерпретации первоначальной причины смерти в медицинских организациях, органах ЗАГС и органах статистики. Значит, почему я говорю об этой проблеме? Потому что занимаюсь экспертной оценкой амбулаторных карт больных, умерших на дому по всей территории Курганской области. И вижу, то есть, скажем так, как заполняются медицинские свидетельства смерти умерших на дому, как происходит кодирование причин смерти и в каких случаях возникают ошибки. И ошибок у нас очень много. Это, к сожалению, конечно. На территории Курганской области проведено два курса обучения по правилам кодирования причин смерти в соответствии с МКБ-10. Проучено 60 человек в каждой поликлинике, в каждой больнице. Есть ответственный специалист, который отвечает за этот раздел работы, который имеет сертификат соответствующий. Но пока это, то есть, вот у нас второй год, мы работаем над этой проблемой. И, ну, скажем так, подвижки небольшие. Также отсутствие права непосредственного доступа ко всем свидетельствам о смерти по Курганской области, которые остаются в местных органах ЗАГС. И низкий уровень квалификации специалистов патолого-анатомической судебно-медицинской службы Курганской области. Это оценка не моя личная. Это оценка профессора Вайсмана Давида Александровича, который проводил у нас. Вот как раз курсы, которые я уже указала. Потому что, проанализировав базу данных о причинах смерти, было выявлено, что патолого-анатомы могут у нас устанавливать после вскрытия диагноз старости. Причины смерти неизвестны. И также нашей проблемой является, ну, скажем так, не совсем хорошим уровнем взаимодействия между нами и патолого-анатомической службой. Это тоже один из приоритетных направлений работы, который мне предстоит решать. Я надеюсь, что я справлюсь. Спасибо.